На повестке 53-го очередного заседания Совета депутатов округа стояло 20 вопросов. Народные избранники приняли положение о выявлении самовольно возведенных объектов. Оно позволит эффективнее бороться с незаконными постройками на территории муниципалитета. Председателям комиссии в течение пяти дней со дня поступления информации дается поручение членам комиссии считать выезд на место. Соответственно, по результатам такого выезда и осмотра территории, секретарь коммерческого отношения каждого осмотренного земельного участка запроса необходимой информации и впоследствии формирует повестку заседания комиссии с ее последующим утверждением председателем комиссии. Также депутаты приняли решение о повышении суммы выплат социально незащищенным категориям граждан с учетом инфляции и поддержки социально ориентированных некоммерческих предприятий. Восемь социально ориентированных некоммерческих организаций сумма предусмотрена 1 миллион 415 тысяч на оплату жилищно-коммунальных услуг и иные цели. Сразу четыре вопроса были посвящены разрешениям на установку шлагбаумов во дворах нескольких домов в Видном, ЖК, усадьба Суханова и микрорайоне Купеленко. Были представлены все необходимые документы. Структурными подразделениями администрации Ленинского городского округа была проведена предварительная оценка этих документов. Они соответствуют положению. Установка ограждений на преддомовой территории будет признана за счет собственных помещений на квартирного дома. Также депутаты приняли решение об установке мемориальной доски на фасаде Видновской школы номер один в память о Виталии Кокорине, погибшем в ходе специальной военной операции. Капитан Кокорин Виталий Игоревич является офицером спецподразделения Министерства обороны. Погиб в мое место и посмертно награжден орденом мужества. Проживал он в городе Видном и с 1 по 11 класс обучался в школе. Решение было принято единогласно, как и по следующему вопросу о переименовании одного из скверов города Видное. У нас в городе на улице Школьная между домами 27 и 31 совсем недавно рожден сквер. И просим поддержать нас в решении присвоить данному скверу наименование сквер первостроителей. В ходе заседания депутаты утвердили главный финансовый документ Ленинского городского округа, бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. У нас бюджет сохраняет свою социальную ориентированность, безусловно, сохраняются все важные знаковые меры поддержки для нашего населения, социально незащищенных групп населения. Ну и, конечно, мы оставляем некий задел на будущий год для того, чтобы его реализовать. Это знаковые проекты, это ремонт железнодорожного моста у нас на территории. Это софинансирование на строительство восьми дошкольных и четырехшкольных учреждений нашего округа. Это, конечно, благоустройство Видномского лесопарка. Это водозаборные узлы, в частности, это горки Ленинские, водозаборные узлы номер 8. Это благоустройство комплексное наших дворовых территорий. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.